Ехали мы один раз на отдых в Грецию, на яхтинг, поехали мы втроем. Туда путешествие у нас произошло очень-очень, в принципе, без приключений. Молдова, Румыния, ехали мы через такие страны, притом веселые. Это Молдова, Румыния, Болгария, ну и соответственно Греция. На машине, на машине. Надо прокомментировать, на какой машине. То есть это был черный Land Cruiser 200 с затемненными в ноль окна. Туда мы проехали нормально, все, едем обратно. Вечерело. Попутчики у меня очень веселые ребята. Это я, не совсем маленький. Потом ехал человек, который была эта машина. Звали его Вадим. Он метр девяносто пять ростом, килограмм сто сорок живого веса. Такой маленький мальчик. И интеллигентного вида мужчина, старше нас. Такой, он такой худой. В общем, чистое трио. Витцин, Маргунов, Никулин. Вечерело горы под Созополь. Не, не Созополь, это был уже Слынчев Бряк, то бишь, грубо говоря, начало побережья Болгарии. Но это горы, мы еще спускались. Попутчики у меня очень веселые, мы уже были уставшие. В принципе, мы уже искали место, где остановиться, переночевать. Поэтому, как бы так, ехали достаточно агрессивно. На этом серпантине едет загруженный, видно, что загруженный, потому что он такой присевший бусик с молдавскими номерами. Ну и, значит, сначала Вадим ему мигает очень долго фарами, мол, уйди, придурок, мне проехать надо. Дорога узкая и петляющая, такой горная. Вот. Значит, мы его пару раз там так обогнали, притом достаточно жестко. А потом получилось, ну, природой мы по дороге еще и пиво пили. Вот. Останови. И что получилось? Значит, они нас объезжают, а мы уже, опять же, мы съехали, съехали на обочину. Они нас... И стоим на аварийке, ну, и проезжает этот бусик этот бедный. Вот, потихоньку. Мы... И мы так резко как-то, Вадим еще резко стартует, аж подпрыгнул. И свет видно было. И я смотрю, молдаване ускорились, притом так хорошо ускорились опять. Они заворачивают за поворот, и раздается такой хлопок. Мы такие, а почему? Горы, тишина, ночь. Мы такие, подъезжаем, смотрим колесо. Мы люди отживчивые, молдаване, опять же, братья. Вадим совершенно ничего. Это мы потом задним числом сообразили, что мы сделали. Ну, перегородили мы ему проезд, то есть мы встали наискосок перед ним. А выхожу я. Сначала... Нет, нет. Сначала выходит Вадим. А Вадим, ну, маленький такой человек, притом он такой бритый, ну, не бритый, он короткостриженный. И в такой еще куртке парусной он выходит темной. Подходит к окну водителя и такой стучит, говорит, ну что, говорит, приехали! Притом он задал-то этот вопрос в смысле того, что колесо взорвалось. Молдаване, сидящие вдвоем, вдвоем в этом бусе, делают одно движение. Они оба синхронно закрывают двери, вот так вот этим. И сидят тихо, вот так и смотрят. Вадим такой, говорит, выходи! Я вышел, курю, стою, наблюдаю это издалека. Потом смотрю, что-то мне глаз-то режет, а молдаване сидят, я смотрю, они аж побелели в ночи. И такие, говорят, у нас все хорошо! Кричат оттуда из машины. Тут Вадим, плохо слышно, говорит, выходи! А я молдаване, говорит, не надо! Он говорит, помощь надо! Он говорит, не надо! А потом меня пробивает, я понимаю эту картину, то есть ноль, джип на украинских номерах, в ноль затемненный. Молдаване с товаром явно. И такой, и хлопок, то есть они вообще подумали, что... Я говорю, Вадим, если бы у них был какой-то обрез, они бы нас здесь и застрелили просто, и потом мотивируют, что это была самооборона. Потому что, говорю, это настолько ржачно потом. Потом мы, понятно, я выхожу, я ржу, подходю, подхожу, смеюсь. Смотрю, молдаване как-то так... Я говорю, пацаны, мы не то, что вы подумали. Я говорю, у вас колесо взорвалось, мы втроем из Греции едем. И они, знаешь, так как это самое, осторожно, так один такой говорит, правда? Я говорю, да! Ну вот так вот. Ну и в итоге, да, мы подтвердили, что они подумали. Они говорят, мы подумали, что вы нам прострелили колесо и будете сейчас забирать товар. Ну вот.